Приветствую вас! Народный депутат Украины Александр Доминский на своей странице напечатал покупателей украинских гособлигаций. Вносим ясность. Когда я говорю ОВГЗ, это облигация внутреннего государственного займа, когда я говорю государственные цены бумаги, когда я говорю гособлигация, это все то же самое. Ну, просто оно имеет разное название, но все то же самое. У нас гособлигации есть имитированы в Риме, и есть имитированы в валюте. Как правило, гособлигации, которые имитированы в валюте, называют еврооблигацией. И они действительно продаются за рубежом. Это отдельная тема. Но у нас есть гособлигации, которые имитированы в Риме, которые продаются на территории Украины, но которые, как вы слышали возможно, очень активно в последнее время покупают нерезиденты. И вот Александр Дубинский показал, что это за нерезиденты, которые покупают активно украинские, гривневые, как правило, гособлигации. Там получилось так. 74% всех украинских гособлигаций купил американский банк Сити Групп. Но если кто-то, скажем, был в США, или там, например, в Европе, наверное, знает, или, может, слышал, или, может, читал, что в мире есть самый большой банк, который работает в связи с лицами. Это Сити Рубп. Сити Банк. В Украине тоже есть такой банк, в России тоже, но он, но Украине вообще с в связи с лицами не работает. Смотрите, в банках есть своя политика. Руководство банка посчитало, здесь мы работаем, здесь мы не работаем, здесь так работает. Вот в Украине он не работает, в Америке работает, по всему миру работает, в России, ну, так, слабенько работает. Но, еще раз повторяю, в мире есть Сбербанк, карлики жалкие картины есть монстр ну действительно очень большой грамот получается что же американский банк скупил украинскую собраться до комментарии что боже какой бред сразу ссор скупил там трамп скупил американскую ребят рассказываю для всех американцы наш ривневый гособлигации не покупать ну во первых такому банку как city банк запрещено покупать не я выросли не шучу запрещено покупать облигации украины имитированной национальной валюты я не шучу запрещено но не считается слабонадежным понимаете ему просто запрещено так само как большинство американским банком европейским то считается так что американский банк должен быть надежным стабильный по этой причине он не может покупать такие нестабильные ненадежные цены бумаги как гособлигации украины в гривне печалька но это реальность по этой причине никакой сороса там нет никаких американцев там нет там данном случае city банк выполняет функции брокера ни больше ни меньше теперь рассказываю тоже купил есть уважаемые люди которые немножко заработали денег ну кто миллион кто 2 кто 100 кто миллиард выбелили есть технологии чаще всего это деньги а вы же догадались что это граждане украины вы же понимаете уважаемые люди это граждане украины чаще всего это деньги перешиты через фонд не буду рассказывать как это делается это вас не касается будут вас миллиарды тогда пересчет пока нет чиньи дом дальше а дальше все очень просто подойдет фонды открывает счет сети банки уважать почему фонды белых оффшорах красиво сделано так выглажь открывать а дальше но тем серьезно абсолютно просто технология у вас смартфон или планшет да вы находитесь в украине сидите непосредственно на заседании верховной рады открываете окончик и действительно покупаете гособлигации украины имитированы в риме но через все оффшор там есть технология просто с помощью которой да вы даете команду своему фонду фонда чаще всего это не фонд вас а субфонд фонд потом фонду управляющий управляющий это команду брокеру в данном случае сити групп сити групп выставляет заявку украинскому банку он хочет купить покупает потом переоформляет это еще такая фишка на циккастоди вообще интересная вещь и в конечном итоге эти ценные бумаги находятся в учете очень уважаем очень известный очень надежный зарубежный банк который ведет учет собственников украинских гособлигаций но которые собственники не напрямую а оттап да было бы интересно конечно вот этот сразу говорю нацбанк когда выплачивать проценты он делает запрос и ему кастоди всех всех собственников конечных бенефициаров он обязан как обязан и тогда все известно а брокеры мало что так что американцы наши не скупили хотя некоторые так увидите это и сити групп не звали купить на что-то или продать